Тюменский госуниверситет Тюменский госуниверситет Тюменский госуниверситет Чем обусловлено введение профиля Прикладного бакалавриата? Промышленность региона и института региона, которые являются основными потребителями наших выпускников, в последнее время очень интенсивно развиваются. И у руководства института заведующих кафедр было достаточно много встреч, которые инициированы были ректоратом с руководителями предприятий. И вот в связи с этим возникло направление прикладного бакалавриата, которые преимущественно готовятся для предприятий региона. Марина, может, добавите что-то? Я полностью с вами согласна. Что же касается академического бакалавриата, он традиционно существовал в институте. Академический бакалавриат готовит абитуриентов по фундаментальным, проводит подготовку по фундаментальным вопросам химии, по всем основным курсам химии. И, конечно же, бакалавра, закончивший академический бакалавриат, отличает такая вот фундаментальность подготовки. Ну вот если там вопросы будут, давайте я попозже расскажу. Хорошо. Расскажите, каков план приема на новый учебный год? Давайте Марину спросим по этому поводу. Ну, на сегодняшний день у нас на академическом бакалавриате 15 бюджетных мест, на прикладном 23 бюджетных места. Довольно-таки ребята очень активно идут, подают заявления. На сегодняшний день подлинников у нас на академическом бакалавриате 11 оригиналов, а на прикладном бакалавриате у нас 20 оригиналов. Вот если уже речь пошла, расскажите, сколько бюджетных мест в этом году выделено институту? Выделено в этом году институту 38 бюджетных мест, 15 на академический и 23 на прикладной бакалавриат. Отлично. А вот химия, наука, требующая постоянной практики. Вот у вас есть программы для заочников? Давайте я отвечу на этот вопрос. В учебном направлении по химии в каждой дисциплине, которую изучают абитуриенты, предусмотрено лабораторные занятия. Объем этих лабораторных занятий достаточно велик. Поэтому химия относится к тем дисциплинам, для которых не предусмотрено заочное образование. Хорошо. А расскажите тогда, что можете предложить тем, кто хочет продолжить обучение в магистратуре? Вот я, давайте, несколько шире поставлю этот вопрос и попробую объяснить абитуриентам. Вот какие конкурентные преимущества абитуриенты получают, обучаясь в Тюменском государственном университете? Прежде всего, это не наше мнение, а мнение работодателей, с которыми постоянно связаны, с которыми поддерживаем отношения, обратную связь. По мнению работодателей, наших выпускников отличает фундаментальность подготовки по химии. Это отмечают все абсолютно. Поэтому в этом отношении, конечно, университет имеет конкурентные преимущества даже перед вузами Центральной России. Второе. Это то, что университет обеспечивает непрерывность образования. В университете существует бакалавриат. Абитуриенты, закончившие бакалавриат и получившие диплом бакалавра, имеют несколько, как сейчас говорят, дорожных карт движений. Они могут прекратить образование, что является достаточно неправильным шагом, неверным решением. А могут дальше поступить в магистратуру. Диплом магистра, а обучение в магистратуре идет еще два года, сейчас очень высоко ценится. Особенно среди предприятий нефтяного профиля. На этих предприятиях необходимы креативно мыслящие студенты, которые умеют проанализировать ситуацию, найти нестандартные решения, определить движение вперед, стратегию развития. Конечно же, эти вопросы не присущи решать бакалаврам. Это вопросы, которые решают магистры. После окончания магистратуры, в осеньки магистратуры могут поступать в аспирантуру. В институте химии есть три направления аспирантуры. По физической химии, по органической химии и экологической химии. Если проанализировать статистику выпускников института химии, то наиболее высокие результаты, профессиональные наиболее высокие результаты, были достигнуты теми выпускниками, которые закончили бакалаврят, магистратуру, аспирантуру, защитили кандидатские диссертации. И работают сейчас в реальном секторе экономики. Вот мы гордимся такими нашими выпускниками. Их приблизительно где-то около, наверное, сколько, Марина, будет? Ну, наверное, где-то человек 15-20. Но они уже сейчас определяют стратегию развития ряда нефтяных предприятий. И за ними будущее. Да, и за ними будущее. Вот это отличительная черта Тюменского государственного университета, даже отличительная от вузов Центральной России, что мы обеспечиваем непрерывность образования. И более того, вот наши выпускники, даже кандидаты наук, которые работают в реальных секторах экономики, в научно-исследовательских институтах, мы и для них создаем программы обучения. Они периодически возвращаются к нам и проходят дополнительное обучение. Вот эта непрерывность связи с учениками, непрерывность образования от поступления в университет до выхода на пенсию, обеспечивает необходимый уровень подготовки и уровень квалификации наших выпускников. Хорошо, расскажите тогда, где проходят практику непосредственно ваши студенты? Давайте, Марина, вы начнете, а я продолжу. Практику. Где наши ребята проходят практику? Это же, конечно же, аккредитованные лаборатории, это шлюмберже, это радиологический центр, это всевозможные НИИ. И на самом деле мы стараемся всем помочь пройти практику, то есть мы всех ребят устраиваем. И мало того, что на четвертом курсе, я должна сказать, что большинство ребят уже знают, куда они пойдут работать, их, конечно, забирают и выхватывают. Практика, дайте я дополню. Практика является очень важной составной частью учебного процесса. Если в лабораториях и в аудиториях студенты изучают теорию, при лабораторных практиках приобретают навыки каких-то исследований, опытов, то уже сама работа на предприятии требует определенной специфики или в научных организациях. Поэтому на практике абитуриенты, простите, на практике бакалавры, магистры, они уже присматривают себе места работы, они определяются, что ближе им к душе, где они должны действовать, какая работа будет приносить им удовлетворение, обеспечить материальным достатком. Тоже немаловажный вопрос. Предприятий, на которых абитуриенты проходят практику, более 30. Вот тех, кто перечислил на Марина, надо добавить все крупнейшие нефтяные компании. Антипинские НПЗ. Значит, вот, давайте начнем, что это Судутнефтегаз, это Роснефть, Лукоил, а также много крупных компаний, а также практически все предприятия Тюмени, в которых в большей или меньшей степени имеются химические задачи. Хорошо, спасибо большое нашим гостям. Я напоминаю, что наша программа выходит ежедневно по будням в 12 часов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!